По количеству инициатив, прошедших отбор народного бюджета, Краткировский район вошел в стройку лидеров по региону, сообщает пресс-служба губернатора. В этом году здесь предполагается реализовать сразу 10 проектов, предложенных жителями, на сумму 5 миллионов рублей. Среди них ремонт дорог местного значения в селах Нившира, Небдина и Маджа, восстановление библиотеки в Богородске, обновление Дома культуры в Вылип. Часть средств предполагается потратить на подготовку этнофестиваля Бордья-Шия с крылатой звуки, а также на благоустройство общественных территорий и обустройство спортплощадок. Это очень важная история, когда мы деньги тратим туда, куда на самом деле нас ориентирует население. Вы же лучше нас знаете, куда нам. Или это остановку отремонтировать, либо в порядок привезти детскую площадку, либо дорогу сделать к такому или иному населенному пункту. Это очень правильная история. И еще это дополнительно хорошее экономическое средство. Но качественно решается задача. Всего же в этом году планируется реализовать 125 народных проектов на территории 99 населенных пунктов. Это сфера культуры, образования, занятости населения и благоустройства. Только в Кайгородском районе социально значимые проекты реализуют в 7 селенных пунктах. Таисия Жакова о конкретных примерах. Цокольный этаж в Кайгородской средней школе для учащихся пока самое нелюбимое место. В кабинетах для внеурочной деятельности трудности с канализацией. Здание открылось в 2002-м, а строилось аж с 88-го года. Возможно, такая задержка и отразилась на результате. Никакой замены не проводилось. Даже я поспрашивал, как эту школу устроили. Изначально уже систему канализации здесь неправильно смонтировали. На улице трубы закопали, уже забитые наполовину грязью. То есть, ну вот сейчас сталкиваемся с такими проблемами. Денег на ремонт районной власти не нашли, но в школе не стали грустить, а попросили денег у республики. Оформили проект «Чистые трубы, чистый воздух». Вместе с канализацией под финансирование народного бюджета попали также ремонт и прочистка вентиляционной системы. На все про все 700 тысяч рублей. Другой масштабный проект Кайгородка в сфере культуры. Возле местного ДК должна появиться площадка для проведения мероприятий. За это проголосовало большинство. Проект «Клубный дворик» – один из самых дорогостоящих в этом году. Всего на обустройство площадки необходимо почти 3 миллиона рублей. Поэтому жители и власти решили разделить реализацию на три этапа. На первом удастся лишь подготовить площадку под асфальтирование. В селе Гриева места для праздников предостаточно, а вот техники не хватает. Традиционный народный изымгыштам – любимое событие всего района. Отмечают его раз в два года и всегда с большим размахом. Однако музыкальное оборудование в местном ДК со временем стало подводить. Устарели костюмы и декорации. Все это было решено обновить. И сделать праздник еще ярче. Впервые благодаря салюту. «Является пропагандой традиций коми народа, тех песен, танцевальных традиций, которые сохранены, которые наши бабушки, дедушки исполняли. Очень много гостей не только с района, даже не только республики, я из Кировской области, Пермского края, наши все родственники, друзья, знакомые приезжают на празднование». К слову, Гриева в проекте «Народный бюджет» уже участвовала. В прошлом году здесь заменили старые лампы уличного освещения на экономные, светодиодные. В 2018-м работу решили продолжить. На этот раз в поселках Поть и Зимовка. Проект «Светлая дорога» предусматривает замену светильников на сумму почти в полмиллиона рублей. Реализацию другого приоритетного проекта с нетерпением ждут в Кажеме. Больная проблема – питьевая вода. Чтобы исправить ситуацию, деревянные шахты колодцев заменят на бетонные. Реализация проектов завершится до 1 октября. «Ремонт, естественно, будет проходить в летний период, как того требует, в принципе, да. А замена светильников, ну, сейчас, как бы, пойдет работа по заключению договоров, соответственно, поставку этих светильников. Ну, и в летний период также начнутся работы по замене. Жители нашего района, они сразу активно включились в данный проект. У нас и в прошлом году, и в этом году проектов было достаточно много. И количество, которое прошло конкурсный отбор, тоже достаточно много. Чему мы тоже бесконечно рады. Восстановление автопавильонов – снос ветхих зданий. Всего только в Кайгородском районе в этом году реализуют 8 проектов из 20 предложенных жителями. Инициативы, не попавшие в список, перейдут в перечень народных проектов в следующем году. Тайсия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрген, Кайгородский район.